У брещан и гостей областного центра была замечательная возможность достать из гардероба бальные и вечерние платья, строгие костюмы, смокинги и цилиндры. В Брестке Академический театр драмы, как всегда в этот день, особый дресс-код. Леди и джентльмены разных возрастов, взглядов и профессий объединены желанием насладиться живой музыкой, а после закрутиться в вихре любимого вальса, словом, стать участником торжества. Это возрождение, оно обязывает людей соответствовать тому времени, стремиться к тому, чтобы быть и душой, и телом, и самое главное, выглядеть эффектно на фоне публики. Больше праздников, больше радости людям приносит. И должны город свой, так сказать, видеть, любить его. Люди у нас настолько привыкли к нашим вот этим вот массовым мероприятиям, нас влечет не только просто концерт, а действительно общение, и общение, и показать себя, и посмотреть на людей красивых, это очень здорово. Неизменным остается то, что одно и то же время, неизменным остается то, что в театре академическом нашем, а это единственное приятное ощущение присутствовать и в зале, и если танцевать надо, все здесь как-то еще сочетается. Ну и то, что артисты одни и те же могут приезжать, любимые и новые все время, и молодежи очень много. Фестиваль традиционно начался с музыки. Бессмертное произведение Людвига Ван Бетховена «Лунная соната», вальс-мюзетта из оперы «Богема», романса, этюда, а также произведения собственного сочинения в этот день погрузили зрителей в удивительный и таинственный мир – артисты, представители России и Беларуси. Мне кажется, самое важное – это, во-первых, поддерживать культуру и такие большие мероприятия, а также важно внедрять искусство в массы, потому что просвещать людей, я считаю, что это одна из самых важных миссий, в том числе и у музыкантов, и у танцоров, и у разного рода деятелей искусства. Это очень здорово, что этот фестиваль продолжается, что у него есть жизнь и что людям это нравится. Мне кажется, чтобы культура Бреста больше развивалась и приезжало больше талантливых ребят сюда выступать. Ну, и не только ребят, и взрослых маэстро, мастеров. Выступали как молодые звездочки сцены, так и именитые музыканты и солисты. Гром овации и море аплодисментов. Сразу после этого потрясающего шоу, где звучит классическая музыка, заметили традиции прошлых лет окунуться в мир вальсов, миноэтов, кадрильи и танго. Вскоре звуки живой музыки сменили танцевальные ритмы, танцы для души, прекрасные манеры, хороший тон. Все это знаменитый берестейский бал. Первое, с чем ассоциируется культурная изюминка Бреста, это красота, внутренняя и внешняя. Это место встреч, случайных и не очень. Это возрождение культуры и возвращение утерянных традиций. Субтитры создавал DimaTorzok